С вероятностью 75% на южном острове Новой Зеландии в относительно скором времени произойдет землетрясение магнитудой 8 или выше. Всем привет, это Денис из Новой Зеландии, которая, как вы наверняка знаете, находится на стыке больших тектонических плит, что означает повышенные риски землетрясений. Если хотите узнать об этом побольше, то рекомендую посмотреть на моем канале два интересных выпуска про землетрясения в Новой Зеландии в целом, а также интервью с нашим экспертом, который работает аналитиком природных угроз. Ссылки для вашего удобства оставлю под видео. Эта тема мне всегда была интересна. Я сам из Иркутска, который также находится в сейсмоопасной зоне, возле озера Байкал и рядом с горами. Мне не раз приходилось ощущать землетрясение, эвакуироваться из зданий, но мне посчастливилось не наблюдать каких-либо масштабных действительно крупных разрушений. Пожив какое-то время на более стабильном северном острове Новой Зеландии, я перебрался на более активный в плане сейсмики южный. И в какой-то момент, уже даже не помню точно где и как, наткнулся на информацию ученых-аналитиков о том, что конкретно, близко к Квинстауну, городу, в котором я живу, довольно скоро в обозримом будущем, скорее всего, произойдет мощнейшее землетрясение исторических масштабов. Начав переживать, я написал в фейсбук-группе для жителей моего района одно сообщение. Мол, ребята, а почему у нас на районе средняя стоимость дома уже 2 миллиона новозеландских, но люди при этом покупают? Не смущает ли вас возможная скорая катастрофа? На что получил невероятные по теплоте и доброте ответы. Многим бы другим группам поучиться такому поведению, кстати. Я был удивлен, что люди в курсе, люди готовятся, а некоторые даже с нетерпением ждут. Мол, такое историческое событие. Возможно, на какой-то период поживем полностью отрезанной от мира. Back to basics, так сказать. При этом сказали, что сообщество у нас тут очень дружное. У многих солнечные панели, дизельные генераторы, запасы питания, альтернативные источники воды, да и озеро в целом рядом, сады, огороды и прочее. Короче говоря, сказали, что пропасть не дадут. Кровь, тепло и пропитание найдется. Некоторые сказали, что у них есть охотничьи ружья, а в горах водится дичь. В общем, я был в приятном шоке и полез изучать тему дальше. Новозеландские правительства и ученые начали всерьез заниматься проблемой землетрясений, конечно, довольно давно. Например, самым страшным по количеству жертв было землетрясение магнитудой 7,8, которое произошло в 1931 году в районе города Непьер. Тогда погибло 256 человек и город, по сути, отстраивали заново. Тем не менее, технологии строительства тогда были далеки от совершенства и страна строилась как могла. В итоге, в 2011 году, на этот раз в городе Крайсчерч, произошло землетрясение магнитудой 6,3. Но оно было очень близко к центру и, как результат, погибло 185 человек. С тех пор в стране стали вводиться более жесткие меры к строительству. Инфраструктуру многих городов начали укреплять и перестраивать. Новая Зеландия начала действительно учиться на трагедиях и предпринимать меры предосторожности. Конечно, землетрясения в Новой Зеландии – это почти обычное дело. Их происходит много каждый год. Почти все они остаются неощутимы для граждан. Но готовить инфраструктуру важно. И этому тут уделяется теперь большое внимание. Например, в Крайсчерче говорят, что все, что могло разрушиться, уже разрушилось. А остальное выстоит. Тем не менее, из всех потенциально опасных зон больше остальных выделяется одна. Большой Альпийский разлом или Alpine Fault, о котором есть целый отдельный сайт. Разлом проходит в районе горного массива, протянувшегося по западному побережью Южного острова Новой Зеландии. Согласно аналитическим данным ученых и специалистов, крупнейшие землетрясения в стране приходятся именно оттуда. И происходят они примерно каждые 300 лет. И вот тут внимательно. Последний раз это было в 1717 году. То есть мы уже живем, можно сказать, в кредит и перевалили за отметку в 300 лет. Точно предсказать землетрясение сейчас по-прежнему никто в мире не может. Но по последним данным аналитиков, существует вероятность в 75%, что землетрясение произойдет в течение последующих 50 лет. То есть может быть завтра, а может через десятки лет. Но скорее всего мы это застанем. Определенную точку, откуда начнется толчок, тоже определить пока нельзя. Это может быть по всей протяженности разлома. Но волна пойдет значительная. И на модели видно, как примерно это может выглядеть. А Квинстаун находится в каких-то 60-70 километрах от этого горного хребта. То есть очень близко и скорее всего достанется нам солидно. Как впрочем и всему южному острову в той или иной степени. А также сильно ощутимо может быть в Веллингтоне. В общем магнитуда 8 на нашей территории это повторюсь историческое глобальное явление. Последствия землетрясения могут быть разнообразны в своих масштабах. Большинство зданий должно устоять. Тут выдерживаются все необходимые меры предусторожности. Например у нас на районе преимущественно каркасные дома. Которые как палатки потрясутся, но останутся на месте. И никакая плита не должна упасть на голову. Опять же на южном крайне мало многоэтажных зданий. Что тоже благоприятно для сокращения числа пострадавших. Но даже выстояв в процессе самих толчков, дальше могут быть не менее глобальные проблемы. Районы или целые города могут остаться без электричества на какое-то время. Опять же службы тренируют и готовят к восстановлению. Но это может занять немало дней. Недель или месяц. Может не быть воды. Может не быть газа. Могут начаться трудности с канализацией. Может разрушить дороги и мосты. Может начать не хватать еды. Хоть авиаслужбы и будут доставлять все необходимое, как их на то тренируют. В общем действительно back to basics. В течение неопределенного отрезка времени. В связи с этим создана сеть организаций, отвечающих за подготовку к последствиям таких масштабных событий. Есть государственный сайт Get Ready, который содержит массу полезной информации и учит быть готовым к разным стихийным бедствиям. Есть региональные представительства по организации обучающих мероприятий и подготовке служб спасения, оповещения населения и так далее. У нас в регионе это Ataga Gets Ready, частью которого можно стать. Но самое удивительное для меня открытие, это группы волонтеров в локальных районах. Я стал частью такой группы в нашем районе и узнал тут много всего интересного. Например, что у нас на районе есть ответственные за это люди. Они устраивают мероприятия, тренируют людей, учат как вести себя и что делать в чрезвычайных ситуациях. Приглашают экспертов. У нас есть официальная точка сбора, большой гольф-клуб-ресторан, где достаточно места для развертывания штаба. У нас на районе даже есть запрятанный контейнер, опечатанный и запломбированный, в котором есть дизельный генератор, помимо того, что есть в штабе еще один, спутниковый телефон, радиосвязь, комплекты спецодежды и оборудования, одеяло, консервы и прочие нужные вещи. Я вместе со своей IT-компанией, да-да, у меня есть и такое, взял на себя задачу по созданию сайта, который будет содержать всю необходимую для нашей ситуации информацию. Сначала сделаем для нашего района, потом постепенно для остальных в городе. Наша задача, чтобы все на районе знали, что делать и не пропали в случае беды. Подумываем над покупкой водовоза, кстати, на район, чтобы поставлять воду из озера и раздавать населению в случае необходимости. В общем, много всего интересного в планах, а время, как вы понимаете, не ждет. В плане подготовки важно учесть различные аспекты. Что делать, если во время толчков вы дома? А что делать, когда вы на работе? Желательно попрактиковать конкретные действия. Даже важно заранее задачиться многими полезными вещами, например, иметь план дома и района, закрепить мебель, которая может упасть, собрать сумку с необходимыми вещами, которую можно схватить с собой в любой момент, иметь запасы консервов и воды, запасы топлива для машины, иметь оборудование для готовки, инструменты и так далее и тому подобное. Обустройство дома для подобных вещей вообще для многих становится тут своеобразным хобби. Пока мы делаем наш собственный сайт с основами и полезной информацией, можно ознакомиться на ресурсе Get Ready. И я крайне рекомендую это сделать всем. Не только тем, кто живет на Южном острове, в Новой Зеландии в целом, но и вообще для всех остальных. Если после всей этой информации вам подумалось, да ну июб, эту Новую Зеландию слишком опасно, то подумайте еще раз. Каким стихийным бедствием склонна ваша территория, где вы живете? Те же землетрясения не обходят почти ни одну страну. А пожары, ураганы и прочее. Где-то, между прочим, до сих пор идет война. Это все говорит о том, что в мире нет полностью безопасных мест. Везде нужно быть предусмотрительными. Но изучая тему землетрясений в Новой Зеландии, мне стало как-то приятно, честно говоря. Что здесь проводят такую большую работу по информированию населения. Где заботятся о людях. Где заранее думают о многих вещах. И не только борются с последствиями. Давайте готовиться к тому, что можно было предугадать. От всего, конечно, не перестрахуешься. Но порой определенные меры предосторожности могут оказаться жизненно важными. А я все же желаю, чтобы никому из вас, ну и нас, не пришлось ни с чем таким столкнуться. Будьте здоровы и берегите друг друга. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok